Всем привет! Корреспондент Ария Новости Анатолий Самохвалов объясняет, почему у самого спешного специалиста в женском одиночном катании и дальше будет все хорошо. Пока люди восхищались тутберидзе, они же вещали на нее ярлыки. Детский тренер, который растолкал всех во взрослом спорте, подстроивших под правила. Так если тренер умеет подстраиваться под одни правила, почему она не подстроится под другие? Другой стереотип о том, что тутберидзе может работать только с юниорами, а взрослая эго она не воспринимает, пока тоже весьма слаб. Несмотря на обилие у нее тренерских титулов, она продолжает быть молодым специалистом. В сезоне ее ученицы каждый месяц собирает какие-то медали, но как топ-тренер состоялась она на Олимпиаде в Сочи. У тутберидзе есть правила на ошибки и есть возможности. Все ее девочки очень разные, но все они обладают такими индивидуальными особенностями, которые не позволяют думать о них, как о Нью-Йорках, способных срубить результат только в ближайший год-два. Конвейер? Нет, ручная работа. Их настрой в самом начале карьеры таков, что возрастное ограничение не тот барьер, который отдалит их от реальных сражений. Все хотят красивого и женского, и при этом хотят прикрыть форточку, чтобы не простудить детей. Мысль о повышении цен за здравое, говорят один за другим другие тренеры. Сырая, неподготовленная, с непонятной цифрой, да без разницы. Уважаемые люди разных поколений, вроде Алексея Мишина, Евгения Плющенко, Анны Погорелой, вдумчиво кивают на ходу, подбирая аргументы за. Я не удивлюсь, если самой Этери Георгиевне на эти реформаторские затеи Айсу по барабан умение чувствовать правила куда важнее, чем тупое ему следование. Для нее переход на новую систему соревнований может быть не сложнее, чем для Хосепа-Гвардиолы переезд из Барселоны в Баварию. Условия новые, мастерство прежнее, исполнительный классный. Все-таки разные это профессии. Тренер и цирульник из Айсу. Редактор субтитров А.Семкин